Добрый день, уважаемые коллеги. Мы вновь встречаемся онлайн, поскольку пандемия еще продолжается. Мы пока, к сожалению, не готовы встречаться очно, но тем не менее информации надо обмениваться. И тема сегодняшней лекции, касающейся особенностей инвазивной механической вентиляции легких пресс-Сарского 2, оно представляется мне весьма актуальной. Речь пойдет именно об инвазивной механической вентиляции легких, потому что, что касается неинвазивной респираторной поддержки, которая также широко применяется при Сарского 2, и чем дальше, тем больше, требует отдельного рассмотрения, отдельной лекции, поэтому сегодня мы ее практически касаться не будем. То, о чем мы будем говорить, конечно, ни в коем случае не является истинной последней инстанцией. Тема дискутабельная. По этому поводу есть различные точки зрения, она продолжает изучаться. Есть различные рекомендации и гайдлайны по этому поводу. Тем не менее, к настоящему времени накоплен существенный теоретический и практический материал, «Как провозить инвазивную механическую вентиляцию легких при опыте у тяжелых пациентов с ковидной инфекцией». Поэтому давайте рассмотрим основные моменты, которые известны к настоящему времени, а также в том числе некоторый личный опыт автора. Сразу хочу сказать, что переход с неинвазивной на инвазивную респираторную поддержку при CARDS, CARDS – это ОРД, связанный с ковидом, конечно, своевременность. То есть, с одной стороны, не надо торопиться ни в коем случае, как мы говорим, торопись медленно, известная латинская пословица, но в то же время будь готов. И в этом случае есть определенные особенности перехода с неинвазивной на инвазивную респираторную поддержку. Как вы видите на данном слайде, я практически не говорю о каких-то конкретных цифрах. В данном случае нет определенных цифр по оксигенации, например, по той же цитате дыхания и так далее. Здесь больше мы ориентируемся на клинику. Конечно, мы сразу начинаем инвазивную респираторную поддержку, если была сердечно-лёгочная мозговая реанимация, конечно же, если есть остановка спонтанного дыхания. С другой стороны, если мы видим у пациента прогрессирующее брадепное или тохипное с повернутым дыханием клинически, активное участие в дыхании вспомогательной мускулатуры – это определенно видно у пациентов клинически, прогрессирующее гемодинамическое нарушение, естественно, прогрессирующее нарушение сознания и в динамике прогрессирующее нарушение оксигенации и вентиляции. Именно в динамике. Видите, не какие-то конкретные цифры СПО2, ПО2, ПЦО2, ПНР, а именно в динамике. Если мы видим определенную отрицательную динамику, тут нечего ждать. Также инвазивная респираторная поддержка весьма часто показана при серьезных сопутствующих заболеваниях. Это мы тоже четко видим о данной категории пациентов. То же самое практически указано и в литературе. Есть серьезные статьи по этому поводу. Одна из них от Берлина. Ссылка видна. Потом, кто интересуется, может почитать. Очень интересная статья Берлина, касающаяся соотношения неинвазивной и инвазивной вентиляции. Весьма актуальная статья. Советую обратить на нее внимание. То же самое касается статьи известного автора Фана. Он совершенно справедливо пишет, что при ОРДС нет каких-то доказательных исследований по времени начала инвазивной ИВЛ. Тем не менее, интубация пациентов с высоким респираторным драйвом, особенно когда активное участие в вспомогательной мускулатуре актуальна, чтобы избежать так называемого псили. То есть, самоповреждение легких пациентов при излишне активном спонтанном дыхании. Ну, вот и динамика гиперкапнии и гипоксимии. Хоть он и указывает определенные цифры, но все-таки я советую ориентироваться больше на динамику, чем на какие-то конкретные цифры по этому поводу. Известно, хорошо к настоящему времени, что есть определенная эскалационная поддержка. То есть, когда у пациентов начинается обычная кислородная терапия, потом высокопоточная кислородная терапия, потом СИПАП, либо инвазивная вентиляция, и только потом уже инвазивная вентиляция легких. Опять-таки, я указал ссылку на еще одного известного автора, Пфайфор. Замечательная, обширная статья в журнале Respiration, кто интересуется, очень советую обратить внимание и почитать. Толково написано, грамотно, пожалуйста, почитайте, чтобы я сейчас на это не тратил излишне много времени. Интересная мне представляется также статья Гиммена с авторами, которые на основании собственных исследований и коллег указали, что излишне поздняя интубация повышает вероятность госпитальной летальности. То есть, имеется в виду, конечно, тяжелые пациенты. Вот они провели ретроспективные исследования 757 пациентов с тяжелым COVID и показали, что если была задержка в интубации и начале инвазивной механической вентиляции легких, то это коррелировало с летальностью. Также весьма интересная статья по этому поводу. Конечно, я думаю, уже к настоящему времени вы более-менее знаете об основных звеньях патоморфологии, патофизиологии, биомеханики COVID-19. Здесь не хотелось бы останавливаться подробно, но я бы только хотел сказать, что вот имеет место выраженное неоднородное вентиляционно-перфузионное нарушение. Это характерно для тяжелой COVID-инфекции, особенно в тяжелых случаях, может быть, одни участки преобладания перфузии, другие участки легких преобладания вентиляции. Вот такая абсолютная неоднородность. В результате может иметь место и шунтирование, и гипоксимия. Прежде всего, вот из-за такой неоднородности вентиляционно-перфузионных соотношений. Еще особенностью данных пациентов и данного заболевания является до определенной стадии относительно сохранная податливость лекочной ткани, что опять-таки характерно для данной патологии, и относительно низкая рекрутабельность легких. Опять-таки до определенной стадии. Вот такие вот особенности патогенеза и патофизиологии мы имеем у данной категории больных. Они в том числе влияют и должны влиять на нашу тактику, в том числе тактику, касающуюся механической вентиляции легких. Вот еще одна статья, ссылка на нее. Я советую, кто интересуется проблемой ковида, патоморфологией, патофизиологией. Вот статья Шириана, замечательная, где расписаны буквально на пальцах основные звенья патогенеза, симптомов, тестов и так далее. Очень хорошая статья, советую. И что мы видим здесь? Совершенно справедливо пишет известный специалист, случайно Гатинони. Мы видим шунтирование более 40% при податливости легких более 40 мл на сантиметр водного столба, чего практически мы никогда не видим при классическом ОРДС. Вот такая очень характерная ситуация. Комплайенс относительно высокий и в то же время относительно высокое шунтирование крови. Вот странная такая ситуация, с которой мы практически никогда с вами раньше не сталкивались. Ведь классический ОРДС так не протекает. При классическом ОРДС, если имеет место уже выраженное нарушение податливости, мы всегда видим выраженное шунтирование. Здесь такого нет. И поэтому было предложено, в зависимости от патоморфологии, патофизиологии, клиники, стадии заболевания, различные типы ковидной пневмонии и ОРДС, связанные с ковидным. Конечно, эта классификация не является какой-то жесткой. Не все эксперты ее признают. Поэтому дело не в самой классификации, а Лучану Гатинонии с автором хотели обратить внимание на необходимость индивидуального подхода к данным пациентам. И на разных стадиях заболевания, при разной тяжести заболевания, есть свои особенности. Вот на что они хотели обратить внимание, а не какие-то очень такие жесткие рекомендации, жесткие классификации и так далее. Потому что вот эта дифференциация важна с точки зрения тактики респираторной поддержки, а не классификация ради классификации. Поэтому вот такие фенотипы разные по структуре и времени заболевания, но схожие по гипоксимии. И, возможно, первый вариант переходит во второй тип 1, тип 2, там Л, Эйч. Дело, опять-таки, повторю, не в названии, а он связан с дифференцированным подходом к тактике респираторной поддержки. Вот на что совершенно справедливо хотел обратить внимание Лучиану Катинони, и мы это обязательно учитываем в проведении параметров и тактики респираторной поддержки. В частности, вот тип 1, так называемый, так называемый, то есть не будем презираться к этим словам, не будем жестко, но давайте условно его назовем так, как его назвали авторы. То есть тип 1, тип 1 или тип Л, low lastens, то есть низкая жесткость легких. В этом случае, вот то, что я говорил, на определенной стадии заболевания у пациентов имеет место сохраненная податливость легких, то есть низкая жесткость. Конечно, чаще всего на этой стадии мы обходимся без инвазивной респираторной поддержки. И если мы посмотрим на КТ, это, как правило, КТ-2,3, очаговое поражение. Здесь имеет место низкое вентиляционно-перфузионное соотношение, то есть преобладание перфузии. В этом случае мы знаем, что вот эти очаги матового стекла, они связаны с гиперперфузией. Через пораженные отделы легких протекает относительно избыточное количество крови, которое не оксигенируется, и из-за этого возникает гипоксимия, конечно. Но в этом случае еще относительно сохранена реакция оксигенации того же ПО2 или СПО2 на констрацию кислорода. И мы видим, что эти пациенты требуют относительно большой констрации кислорода. Сохраненная податливость легких, если вы ее измерите на этой стадии у данного рода пациента, то комплайенс будет больше 40. Но, естественно, он будет меньше при низкой податливости грудной клетки, конечно. Но вообще классически он больше 40. И малорекрутабельные легкие, о чем мы еще дополнительно поговорим. Это важный момент. Конечно, в этом случае мы в основном занимаемся неинвазивной вентиляцией, как вариант, через шлем. Но хоть это и не является темой моего разговора, я просто хочу сказать буквально на одном слайде, что у такого рода пациента мы преимущественно применяем неинвазивную вентиляцию через шлем. Не через маску, а именно через шлем. Практика показала, что эффективность весьма неплохая. Но это не сегодняшний наш разговор. Второй тип, так называемый тип E, в кавычках, тип H, high lastens, то есть высокая жесткость легких. Легкие весьма жесткие, податливость низкая. Вот здесь чаще требуется инвазивная искусственная вентиляция легких. Это, как правило, соответствует КТ 3-4. Но дело не в самом КТ. То есть само КТ не является показанием для искусственной вентиляции легких. Это просто КТ обращает ваше внимание на тяжесть поражения. Но само по себе КТ, это не является показанием для перехода на инвазивную ВЛ. А переход на инвазивную ВЛ связан с критериями динамики пациента в худшую сторону. Вот. Вот здесь уже выражено шунтирование, поскольку легочная ткань весьма жесткая. Здесь в этом случае очень слабая реакция оксигенации на концентрацию кислорода. Здесь мы видим низкую податливость легких, в том числе меньше 30, как при типичном ОРДС. Причем вне зависимости от податливости грудной клетки. Вне зависимости. И потенциально рекрутабельные легкие. Потенциально. Но не всегда. Не всегда. Далеко не всегда требуется оценка рекрутабельности. То есть вот тот же Гатинони пишет, что эти легкие потенциально рекрутабельны. Есть что рекрутировать. Есть что рекрутировать. Но возможно ли, являются ли легкие рекрутабельные, не всегда. Обязательно требуется оценка рекрутабельности. Поэтому я ни в коем случае не призываю вас вот так бездумно, глядя на этих пациентов, заниматься рекрутментом. А прежде всего провести оценку рекрутабельности, о чем мы тоже немножко позже поговорим обязательно. И вот такие фенотипы, в принципе, видят различные эксперты, различные авторы. Вот еще одна хорошая статья, на которую я делаю ссылку. Ну, пожалуйста, кому интересно, Шерин в британском аналогичном журнале выпустил замечательную статью, касающуюся фенотипов ОРДС, связанных с ковидом. Пожалуйста, обратите внимание, почитайте, очень ценная статья. Все ссылки, на которые я указываю в своей лекции, мне представляются весьма интересными и важными. И на самом деле, конечно, статей значительно больше. Но вот мне представляются некоторые из них наиболее важными и интересными с практической точки зрения. Поэтому я бы советовал вам обратить на них внимание. Вот еще одна интересная статья. Известный специалист Гольхер с авторами сравнивают податливость респираторной системы ковидного и нековидного ОРДС. И в данном случае красные полосочки – это комплайенс при ковидном ОРДС. Вы видите, что в целом он имеет такую тенденцию к повышению, но разносторонний, есть относительно высокий, есть относительно низкий. И дело в том, что измерения комплайенса у этих пациентов разными авторами проводились в разное время и при разной тяжести заболевания. Вот почему такая разбежка. В то же время при нековидном ОРДС практически всегда комплайенс был меньше 40. Практически всегда. Поэтому уже по комплайенсу есть определенные отличия ковидного и нековидного ОРДС. То же самое указывал и Гатинони, что вот динамика комплайенса респираторной системы зависит от времени заболевания ковидов. Вы видите, что с течением дней заболевания, а это уже при развитии тяжелого, естественно, тяжелого ковида, вот динамика податливости легких устойчиво снижалась. Вот такая тенденция. В то же время, интересно, вот венозное шунтирование, венозное примешивание или шунтирование практически не было связано с днями заболевания. Почему нам это важно, вот данная работа Гатинони? Потому что вот динамика податливости опять-таки влияет на тактику респираторной поддержки. С другой стороны, конечно, есть и другие мнения. Например, Босс с авторами не видел такой явной корреляции комплайенса со сроками заболевания. Но, правда, надо сказать, что он брал более ранних пациентов с более ранними сроками заболевания, не совсем с теми, которые изучал Гатинони. Но вот видите, есть и такие данные. Поэтому не все так однозначно, не все так абсолютно ясно. Есть и такие данные, что комплайенс не связан со сроками заболевания. Потому что, видите, Марини, известный эксперт, специалист с авторами, считают, наверное, весьма справедливо, что вот эти разные фенотипы ковидного ОРДС, скорее всего, это разные стадии заболевания. Вот такое их мнение, что один тип переходит в другой при развитии заболевания, при ухудшении тяжести состояния пациента, при усугублении патологии и так далее. Весьма вероятно, весьма. На практике мы видим такую динамику, поэтому, наверное, можно согласиться с Джоном Марини. Вполне то же самое, вот такой же тактики придерживаются в Цюрльском университетском госпитале. Недавно была замечательная презентация доктора Бюллера из этого госпиталя. Они рассматривают различные фенотипы ОРДС при ковиде как разные стадии заболевания и, соответственно, меняют свою тактику респираторной терапии. То есть, тоже самое касается, вот еще одна замечательная статья Шерена, касающаяся тактики респираторной поддержки при SARS-CoV-2 в зависимости от стадии заболевания, в зависимости, вот еще одна совершенно хорошая статья, где так вот разложена четко по стадиям, по полочкам письма. Тоже советую обратить внимание на эту статью. И принципы ИВЛ, соответственно, должны меняться в зависимости от того, что мы видим у пациентов. Вот у пациентов с первым типом, так называемым, в кавычках Л, в кавычках ПЯСНК, это какая-то жесткая классификация. Когда сохранена податливость, у пациента низкая рекрутабельность. То есть, ну, нечего рекрутировать, собственно. Дыхательный объем 7-8 мл на килограмм идеальной массы тела. Здесь у меня указано до 9, но практически вот уже в последних статьях уже уходит эта рекомендация до 9. Я вижу вот 7-8, я бы сказал 6-8 мл на килограмм идеальной массы тела, дыхательный объем. Никто не отменял продуктивные принципы, касающиеся плату и Дельта-П. Дельта-П это драйвинг преши в предыдущей лекции. Я уже довольно подробно описывал, почему важно ограничение давления плату и Дельта-П. Поэтому сейчас я об этом говорить не буду. ПИП 8-9-10 см водного столба. Оно может быть больше при низкой податливости грудной клетки. Например, у пациентов с ожирением, с гипергидратацией, с какими-то анатомическими особенностями грудной клетки, с синдромом абдоминального компартмента. Но у других пациентов, у которых нет клинических признаков податливости грудной клетки, не больше, нет большого смысла работать с высоким ПИП, потому что это пациенты малорекрутабельные. Стремиться к ПЦУ-2 в пределах обычных цифр стремиться. Но не всегда это получается. Не всегда мы это видим. Желательно все-таки, ну желательно, по крайней мере, меньше 50. И то хорошо, а у более тяжелых пациентов и того больше. Мы видим, что эта проблема гиперкопнии имеет место. Имеет место, но по крайней мере, гиперкопния не сильно страшна, если нет к ней определенных противопоказаний, и ПАЖ больше 7,2. Соотношение ПИП и концентрации кислорода такое желательно, чтобы ПО-2 было больше 70 и СПО-2 не меньше 93. Здесь, вот именно ПИП, соотношение ПИП и концентрации кислорода в пользу концентрации кислорода. То есть мы относительно ограничиваем ПИП, и мы работаем с относительно высокими концентрациями кислорода для поддержания оксигенации. То есть на практике тоже это видно вполне довольно часто, что не удается улучшить оксигенацию за счет увеличения ПИП у такого рода больных, у которых мы видим сохраненную податливость, низкую жесткость и низкую рекрутабельность легких. Ограничение спонтанной дыхательной активности. Ну, в данном случае мы не можем говорить о полностью подавлении спонтанного дыхания, но где-то седация до 1-3 приблизительно это вполне желательный уровень седации, чтобы у пациента не было избыточных попыток самостоятельного вдоха. Мониторинг легличной механики. Почему я об этом пишу? Мониторинг. Казалось бы, само собой разумеющийся, но именно у этих пациентов это наиболее важно, потому что у них может быть быстрая динамика легличной механики. Относительно быстрая. Утром вы видите одно, вечером совсем другое. Я еще покажу примеры по этому поводу соответствующие. И мониторинг спонтанных дыхательных усилий. П-01, ПМА. Важный момент. Может быть, как-нибудь мы сейчас при случае отдельно поговорим с вами о мониторинге спонтанных дыхательных усилий. Сейчас этому тоже уделяется много внимания. Если мы говорим о сохраненных спонтанных дыханиях у данных пациентов, то есть мы полностью не угнетаем спонтанные вдохи, то обязательно синхронизация при сохраненных спонтанных дыханиях. Синхронизация. То есть обращать внимание на хорошую синхронизацию между аппаратом и пациентом. Тоже, в принципе, отдельный разговор, но пока ограничиваемся только этим положением. Плюс оценка рекрутабельности. Секрутабельности тоже я еще расскажу, как это можно сделать. И еще раз хотел бы подчеркнуть, это признают многие эксперты, исследователи, авторы, что вот высокий ПИП у пациентов, карт, сохраненные податливости легких, практически не работает. Не работает. Вот интересный момент, обратите внимание. Вот комплайенс респираторной системы. Вот пишет Бонни с авторами. ПИП-16. ПИП-16, который они выставляли с самого начала, а потом уже смотрели у пациентов. Рекрутабельные, нерекрутабельные. И у пациентов нерекрутабельные, сохраненные податливости легких, вот снижение ПИП до 8 сантиметров водного столба увеличивало податливость легких. Мы это тоже видим. Причем это весьма достоверно, показатель весьма достоверно. У них была возможность отдельно изучать податливость не только респираторной системы, но и податливость легких, благодаря изучению транспульмонарного давления. И вы видите, какая огромная разница. Податливость самой легочной ткани, не респираторной системы, самой легочной ткани. 47 при 16 ПИП и 64 при 8 ПИП. То есть, получается, что вот работая с высоким ПИП, более 10-12 сантиметров водного столба, мы перераздуваем легочную ткань. И это справедливо. Динамикой оксигенации не было достоверности, но мне представляются важными эти моменты, что ограничивая уровень ПИП у пациентов с сохраненной податливостью легких, мы профилактируем перераздувание легочной ткани, что не может не сказаться на функциональной способности легких и соответственных результатах лечения. То же самое наблюдали и другие авторы. Вот, видя практически идентичная статья от Солаки и соавторе, практически то же самое, то, что это не единичные исследования. Не единичные. Вот, кто интересуется, пожалуйста, можете почитать дополнительно более подробно. С другой стороны, вот ЭТИП-2 или так называемый ЭИЧ-тип, условно, конечно, условно, это изменение низкой податливости, потенциальная рекрутабельность. Вот здесь надо в большей степени ограничивать дыхательный объем, буквально 5-7 литров на килограмм идеальной массы тела. По плату и Дельта-П это то же самое, конечно, здесь мы можем позволить увеличение уровня ПИП, конечно. Здесь, честно говоря, сложнее с уровнем капнии. Мы видим у ряда этих пациентов серьезные проблемы с достижением приемлемого уровня капнии. Бывает очень трудно этого достигнуть. Я здесь скобках пишу меньше 55, но на самом деле хорошо, если меньше 60 бывает. Бывает и так этих пациентов. Но если ПИП-2 больше, чем 7,2 и нет явных противопоказаний к пермиссивной гиперкопнии, то это не является большой проблемой. Здесь уже соотношение ПИП и концентрации кислорода, чтобы ПИП-2 было больше 60, уже и то хорошо, и СПО-2 больше 90, 92-94 было бы замечательно и достаточно для этого пациента. Вот здесь мы можем уже регулировать и ПИП, и концентрацию кислорода. Здесь у нас в большей степени развязаны руки. Мы можем работать с различным сочетанием ПИП и концентрации кислорода. Не только в пользу увеличения концентрации кислорода, но также в пользу увеличения уровня ПИП у пациентов с низкой податливостью легких. Вот здесь мы в большей степени угнетаем спонтанную дыхательную активность. Уже седация до 1, минус 4, минус 5. Может быть, вполне бывает необходимость в миоредоксации в первые 24-48 часов. Бывает такая необходимость в остром периоде. Да, это есть. Обязательный мониторинг лекарственной механики и оценка рекрутабельности. Поскольку, опять-таки, у этих пациентов, чтобы принять решение о работе с высоким уровнем ПИП или вообще рекрутменте, обязательно оценка рекрутабельности, потому что часть из них рекрутабельны, часть из них нет. Ведь они потенциально рекрутабельны. Но это абсолютно не значит, что все они рекрутабельны. Абсолютно это не значит. Поэтому надо обязательно оценить степень рекрутабельности. И очень желательно оценка функций правых отделов сердца через УЗИ. Очень желательно, поскольку, опять-таки, у этих пациентов мы видим порой серьезные проблемы сократительной способности правых отделов сердца, особенно правого пресердия. И поэтому, увидев подобные проблемы, мы не можем работать с высоким уровнем ПИП. Поэтому очень желательно оценить функции правых отделов сердца через УЗИ. Почему вот я хотел бы, опять-таки, очень коротко рассказать, о чем уже я говорил в предыдущей лекции, что вот угнетение самостоятельных дыханий важно с точки зрения профилактики самоповреждения легких при спонтанном дыхании. Это известно уже несколько лет. Концепция псиллии, пусть не всеми признается, пусть и некоторыми оспариваются. Опять-таки, это неоднозначное, но на практике мы видим нечто похожее, поэтому вот ограничение спонтанных дыханий в остром стадии, это важно. Видите, Марине и Гатиноне даже вот такой вот, вот такой запнутый круг создали отдельно для карца, то есть ОРТС, связанным с ковидом, что повышенный респираторный драйв действительно может приводить к инстилляционно вызванному повреждению легких, при этом имеет место растяжение сосудов, усиление отека, концентрация нагрузки, нагрузки, когда и растяжение сосудов, и усиление отека легких, и дополнительное растяжение отделов легких приходит как будто к такому концентрацию нагрузки, и поэтому в данном случае может сокращаться эффективный объем легких, то, что называется Baby Lang, то есть легкие младенца, и усугубляет гипоксивию, поэтому в острой стадии заболевания важно проводить угнетение самостоятельных дыханий. В принципе, вот похожая тактика имеет место при разных кайдлайнах, разных рекомендациях, это рекомендации ФАР, Федерация анеститологов-рейматологов России, вот такая вот схемка, которую они рекомендуют применять, здесь практически, в основном то, о чем я говорил, но вот такая вот схемка, тоже вот, кого интересует, пожалуйста, почитайте рекомендации ФАР, там много чего написано по этому поводу. Похожая рекомендация, опять-таки, у того же, у того же Шерина, еще раз, тут уже совершенно замечательная статья, где вот четко расписана их тактика, это тактика одного из самых известных госпиталей в Европе, это госпитали Гай энд Сент-Томас в Лондоне, прямо напротив госпитальского аббатства, и у них неплохие результаты в этом плане, вот почитайте эту статью, там буквально тоже расписано по полочкам, разложено все на пальцах, очень хорошо, а вот, например, тактика респираторной поддержки в университетском госпитале Цюриха, в Вейцарии, вот тоже, здесь, видите, практически то же самое, но, вот они используют, они, они вот после высокопоточной оксидинотерапии, минуя неинвазивную вентиляцию, сразу переходят на механическую вентиляцию легких, вот видите, то есть, есть свои особенности, свои тактики в разных известных госпиталях, поэтому вот интересно, но посмотрим, сейчас они собираются опубликовать свои данные, предварительные данные, у них смертность от ковида в реанимации, у тяжелого ковида, у них только тяжелые пациенты с ковидом в реанимации, приблизительно 20%, весьма немного, весьма немного, при этом интересно, что они вообще в реанимации не применяют ни инвазивную вентиляцию, вот видите, то есть, есть, есть разные особенности тактики, поэтому интересно, вот, что, что мы видим, опять-таки, вот говоря о тактике, и говоря о сравнении ковидного ОРДС, и не ковидного ОРДС, вот, оксигенация, практически, практически одинаковое нарушение оксигенации, что у ковидного, что, что у не ковидного ОРДС, а вот комплайенс, вот комплайенс легких, в среднем, в среднем, при ковидном ОРДС, достоверно больше, чем при не ковидном ОРДС, вот, это, это еще раз подчеркивается в разных исследованиях, тут самые-самые разные статьи есть по этому, по этому поводу, и вот, если, если мы возьмем, ковидный, ковидный и классический ОРДС, то вот, интересно, интересно получается, что вот, Гроссель выпустил очень интересную работу, статью, видите, комплайенс достоверно больше при ковидном ОРДС, но, но, вот, вес легочной ткани, который они измеряли по специальной методике, через КТ, практически достоверно не уменьшался, вот интересно, то есть, само себе поражение практически в этом плане было одинаковое, а при этом комплайенс достоверно больше при ковидном ОРДС, вот, такое вот, интересные, такие данные, Киумелло, известный итальянский специалист, представил замечательную статью, он сравнивал по тяжести заболевания ковидной, не ковидной ОРДС, если он брал, например, пациентов с одинаковой оксигенацией, ковидной и не ковидной ОРДС, вот, одинаковая оксигенация, одинаковая, при этом, при этом, при кардс, то есть, ковидного ОРДС, податливость была, значительно больше, чем при не ковидном ОРДС, все-таки отличаются они, отличаются они по этому поводу, а если брать одинаковый комплайенс, одинаковый комплайенс, то при этом оксигенация была значительно меньше при ковидном ОРДС, вот, видите, какие особенности, какие, какие отличия ковидного и не ковидного ОРДС, то есть, все-таки, действительно, наверное, это, это, различные процессы, скорее всего, ну, по этому поводу ведутся дискуссии, дискуссии, то есть, некоторые считают, что ОРДС, он и в Африке, и в ОРДС, везде, везде ОРДС, но, но, вот, видите, такие вот данные показывают, что, наверное, действительно, отличия есть, и серьезные, вот, и еще, еще очень интересная статья, Эль Греко, вот, смотрите, я бы хотел продемонстрировать, при ковидном ОРДС, как влияет ПИП, влияет ПИП на оксигенацию, оксигенацию при тяжелом, при тяжелом, именно вот, реально, тяжелым, скорее всего, тип Эйдж, при реально тяжелом, от увеличения ПИП, увеличение ПИП почти всегда, либо, либо существенно увеличивает, оксигенацию на определенную ступень, либо практически ее не замечает, При нековидном ОРДС большая разбежка, значительно большая разбежка по влиянию ОПИП на оксигенацию, значительно больше. И в этом случае, тактика все-таки должна быть различная, что мы и видим на практике. Поэтому обращают внимание различные авторы по этому поводу. И опять-таки, чтобы уже сильно не загружать слушателей, я буквально обращу внимание только еще на некоторые графики, что оксигенация при ковидном ОРДС все-таки была умеренно связана с податливостью. То есть, если увеличивается податливость, вот у тяжелых больных с ковидом, если была сниженная податливость, а потом она начинает увеличиваться, потом, вот если нам удается лечить, более-менее успешно лечить этих пациентов, тогда уже оксигенация увеличивается и так далее. Ну, конечно, конечно, вот есть точка зрения, она присутствует. Я почему говорил, что это все искутабельное, и говорят, что ОРДС, он всегда ОРДС. Вот, например, типичный ОРДС, типичный, не ковидный ОРДС, вот Пан Варк приводит данные, что при типичном ОРДС тоже есть похожие фенотипы, связанные с податливостью. Есть ОРДС в значительной степени, комплайенс меньше 40, есть, как бы, такой промежуточный вариант при типичном ОРДС от 40 до 50, а есть ОРДС, о котором комплайенс больше 50. То есть, видите, вот данные авторов, противоположность тому, что тех, о которых я указывал раньше, говорят, что вот при типичном ОРДС мы тоже видим похожие фенотипы. Поэтому, конечно, не все так однозначно, не все так определенно, но я не вижу здесь большого противоречия, потому что ведь на самом деле, вот что это за пациенты с разной податливостью при типичном ОРДС? Это пациенты тоже с разной рекрутабельностью все-таки. Поэтому вот на прошлой лекции я подчеркивал, что необходима оценка рекрутабельности у этих пациентов. То есть, что при ковидном, что при нековидном ОРДС есть пациенты рекрутабельные, а есть пациенты нерекрутабельные. Вот. Вот. И опять-таки, в этом плане, что общего между различными авторами, экспертами, пусть даже порой немножко противоречивающими друг другу, но мы видим много общего. В частности, надо оценивать рекрутабельность. И тактика будет существенным образом зависеть от рекрутабельности этих пациентов. Поэтому я здесь не вижу больших противоречий в том случае, если мы будем все-таки индивидуально подходить к респираторной поддержке и у тех, и у других пациентов. Вот. Ну, еще вот, что мне хотелось бы показать вам. Вот была интересная статья. Грасселли, Джакомо Грасселли с автором 1691 пациент, пациент в Ломбардии. Ломбардии, регион, в котором один из самых проблемных регионов в Италии по SARS-CoV-2, вот, это реанимационные больные. Они смотрели именно реанимационных больных, то есть ICU пациенты, кастализированные в реанимации. Опять-таки, я не буду рассказывать всю эту таблицу, я бы просто хотел почеркнуть. Посмотрите вот на эту вот цифру. Смертность в реанимации 26%. Не так много. Не так много. То есть, казалось бы, огромное количество пациентов, там огромная нагрузка в Северной Италии, огромная. Ну, вот мы слышим, мы слышим, мы видим из Италии новости о большой смертности. Ну, вот интересно, в реанимации, видите, вот они показывают смертность 26%. Не так много. Вот, и еще у того же автора, Джаком Магроселли, интереснейшая статья, в которой он сравнивает комплайенс с додимерами. И вот он определил, что наихудший вариант, наихудший вариант, влияющий на смертность, то есть наименьшая вероятность выживаемости была в тех случаях, когда у пациента имело место и сниженная податливость, и выраженное увеличение додимеров. Вот в этом случае, в этом случае эти пациенты оказываются наиболее тяжелыми, у них наибольшая вероятность смертности, поэтому вот именно на этих пациентов они советуют обращать более тщательное внимание, и, соответственно, дополнительно лечить, проводить дополнительную медикаментозную терапию в тех случаях, когда есть динамика роста додимеров. То есть может быть более активная антикоагулянтная терапия, более щадящая вентиляция легких и так далее. Вот видите, такие интересные есть данные. Но опять-таки нам может помочь определенная автоматизация вентиляции, я уже говорил об этом более подробно на прошлой лекции, но вот тот же ESV, когда мы устанавливаем определенный целевой минутный объем, и методика ESV оценивает лекочную механику пациента и индивидуально рассчитывает параметры вентиляции. Это касается частоты дыхания, дыхательного объема, давления, соотношения вдоха к выдоху, и, соответственно, их регулирует в зависимости от лекочной механики. Мне представляется здесь весьма важным этот процесс, учитывая вот такой разносторонний характер лекочной механики у ковидных пациентов и вероятность быстрой динамики этой лекочной механики, мне представляется весьма полезным применением данной методики, которая в своей технологии учитывает именно состояние лекочной механики и реагирует на ее изменения. Оценивается экспираторная временная константа, я уже об этом говорил более подробно в прошлой лекции, как задают меры скорости выдоха, это не что иное, как интегральный показатель податливости и сопротивления, то есть отражает лекочную механику, в том числе при сохраненных спонтанных дыханиях, при ВЛ, что нам весьма важно, и в зависимости от цифр, совершенно иначе интерпретируется лекочная механика и соответственно иначе будут применяться различные параметры ИВЛ. Например, при рестритивной патологии ограничивается дыхательный объем, увеличивается часа дыхания, естественно, чтобы поддерживать тот же самый минутный объем, увеличивается время вдоха. То есть индивидуальный подход в зависимости от легочной механики, и мы это видим на практике. И новая версия ESV1.1 более протективно подходит к данной методике, то есть она в еще большей степени снижает дыхательный объем в случае существенной рестритивной патологии, вот особенно у пациентов COVID типа H, когда снижается податливость легких, и здесь требуется более щадящий, более протективный подход к вентиляции легкий, поэтому надо снижать дыхательный объем, чтобы ограничивать давление. Вот эта методика помогает нам существенно, но вот как вариант мы видим, мы видим здесь вот видите дыхательный объем, всего лишь 5,5 мл на килограмм идеального веса, экспираторная временная константа очень низкая, очень поэтому и пиковое давление весьма небольшое. Вот поэтому как вариант мы видим, что ESV действительно может нам существенно помочь в автоматическом выборе параметров для протективной вентиляции, поэтому у кого есть такая возможность, я призываю вас этим воспользоваться. В прошлом году Жан-Мишель Арнал выпустил по этому поводу специальную статью на большом количестве пациентов, он показал, что действительно и дыхательный объем, и плату, и дельта-П применяются в виде протективных цифр, протективных значений у пациентов с ОРДС, то есть действительно на самом деле так и есть. Ну конечно это были не ковидные пациенты, но практически то же самое мы видим и у ковидных пациентов на самом деле. Так вот, говоря об оценке рекрутабельности легких, наиболее простой способ, который любой из вас может выполнить на почти любом, почти любом более современном аппарате ВЛ, это динамика дельта-П, то есть динамика driving pressure при увеличении ПИП. Вы увеличиваете ПИП на 4-5 см водного столба, увеличиваете и смотрите, если дельта-П driving pressure не изменилась или увеличилась, вот, что такое дельта-П и важность и так далее, я рассматривал в прошлой лекции, поэтому кого интересуют подробности, пожалуйста, послушайте предыдущую лекцию по этому поводу. Так вот, если дельта-П не изменилась или вдруг даже выросла, это определенно легкие нерекрутабельные. Здесь мы не можем работать с высоким уровнем ПИП, и тем более не можем заниматься рекрутментом. Если же мы увеличиваем ПИП, а дельта-П снизилась, допустим, мы увеличили ПИП на 4-5 см водного столба, а дельта-П снизилась на 2 см водного столба, а то и 3 см, по-разному бывают. Эти легкие нерекрутабельные, соответственно, мы можем позволить себе работать с большим уровнем ПИП и подумать насчет рекрутмента у такого рода пациентов. Вот такой совершенно простой элементарный способ, которым мы можем воспользоваться. У кого есть на аппаратах возможность оценки низкопотоковой петли, объем давления, как, например, ПВТУЛ, то еще лучше. Вот ПВТУЛ – это соотношение объема и давления при подаче в дыхательные пути низкого потока до 10 литров в минуту, и рисуется вот такая вот кривая. Кривая на вдохе и выдохе, получается, петля, объем давления при низком потоке. То есть это не та петля, которую мы с вами видим на аппарате, а это специальная петля при подаче низкого потока. Вот такая на вдохе и на выдохе. И вот если между этими петлями есть существенная разница, там 400-500 миллилитров хотя бы между ними, мы говорим, что эти легкие рекрутабельны. То есть на вдохе низкий поток как бы открыл существенную часть легких, и на выдохе они остаются открытыми. Открытыми. Вот почему развивается такая объемная разница, то, что называется гистерезис. Вот почему в этом случае мы говорим о рекрутабельных легких. Они, или по крайней мере, часть из них как бы открылась. Ну вот давайте посмотрим наш пример из жизни абсолютно. Вот пациент SARS-CoV-2 при сохраненной податливости. L-тип, условно в кавычках L-тип. То есть там податливость нормальная, в кавычках нормальная. Дыхательный объем 9 миллилитров на килограмм идеального веса. Надо, мы конечно, мы потом снизили управляемое давление, чтобы уменьшить дыхательный объем до 7 миллилитров на килограмм идеального веса. Мы работаем с ПИП-8, меньше 10, потому что нет смысла. Обратите внимание на концентрацию кислорода. 60 относительно высокая. То есть вот таблица RDS-нет не работает в этом случае. Мы преимущественно увеличиваем концентрацию кислорода, а не ПИП, для достижения приемлемой оксигенации. СПО-293, она вполне нас устраивает. Вполне. Дельта-П небольшое, 13 сантиметров водного столба. Оно тоже нас устраивает. Мы за ним... Это подтверждение, что мы проводим протективную вентиляцию. И что мы видим на петле ПВ-Тул, между кривой на вдохе и кривой на выдохе, почти нет разницы. Гистерезиса почти нет. Значит, эти легкие нерекрутабельны. Это дополнительное подтверждение, что данные легкие данного пациента нерекрутабельны. Мы не можем работать с высоким ПИП, и рекрутмент не показан. Вот такая вот весьма четкая такая картинка, которая показывает нам нерекрутабельные легкие на петле ПВ-Тул у пациента SARS-CoV-2 с сохраненной податливостью легких. Вот такая. Видите, здесь все становится на свои места, когда мы видим вот такую картинку. H-Tip. H-Tip. Вот. В данном случае. Вот. Видите, вот я... Ну, тут, может быть, не очень хорошо видно. Обратите внимание. Вот экспираторная временная константа всего лишь 0,23 секунды. То есть, определенно низкая податливость легкие. Даже я смотрю не на эту вот цифру. Ну, тут... Тоже всего лишь податливость респираторной системы всего лишь 27 миллилитров сантиметров водного столба. Ну, вот меня интересует экспираторная временная константа всего лишь 0,23. Тоже проводим, естественно, протективную вентиляцию Дельта П-13. Вот, пожалуйста, вот эта цифра. Аппарат нам показывает Дельта П-13. То есть, мы убедились, что проводим протективную вентиляцию. Здесь, обратите внимание, мы работаем с большим, значительно большим ПИП-16 и относительно меньшей концентрацией кислорода. Ну, в данном случае, поскольку технология почти полностью автоматическая, мы работаем в режиме Intellivent. Intellivent сам определил эту концентрацию кислорода. А ПИП, ПИП мы установили вручную. Вручную, потому что нам требуется больший уровень ПИП. И, так, ну вот, дополнительно я просто хотел вам еще показать. Это волюметрическая капнография. Вот ВСО2, ВСО2-357. То есть, у пациента идет относительно активный катаболизм. Катаболизм. Поэтому ему надо больше минутный объем. Понятно, почему у него относительно высокий СО2. И требуется 165% минутного объема. То есть, на 65% больше, чем физиологические. Но, в данном случае, не проблема, потому что PH приемлемая. Но, вот видите, высокий катаболизм у этого пациента. Активная наработка СО2. Понятно, почему высокий СО2. И требуется больше минутный объем. То есть, ну, при такой методике мы не боимся увеличивать минутный объем. Потому что ASV все равно не увеличит дыхательный объем. А преимущественно увеличит частоту. Поэтому мы не боимся увеличивать минутный объем, работая с ASV. И здесь, когда мы оцениваем рекрутабельность по ПВТУЛ, смотрите, совсем другая картина. Вот мы видим, вот мы видим вот такую на вдохе и на выдохе, мы видим разницу, объемную разницу между этими кривыми. То есть, уже более выраженный гистерезис. В данном случае мы видим, что легкие рекрутабельны. Потому что есть определенный гистерезис. Гистерезис 400 мл. Это показывает, что эти легкие рекрутабельны. И мы можем работать с более высоким уровнем ПИП. И мы можем проводить рекрутмент. Вот мы провели рекрутмент. Той же самой методикой мы провели рекрутмент. Мы получили дополнительный дыхательный объем. Это не что иное, как объем рекрутмента. Мы дополнительно получили 340 мл объема рекрутмента. То есть, в этом плане, вместе с увеличением СПО-2 и вместе с увеличением податливости, мы можем быть уверены, что данный прием рекрутмента был вполне успешен. Поэтому вот такого рода методики, относительно новые технологии, помогают нам в режиме реального времени понять, является ли пациент рекрутабельнее. И если да или нет, то, соответственно, менять тактику респираторной поддержки в зависимости от рекрутабельности. Мне представляется, что у тяжелых пациентов SARS-CoV-2, с ОРДС, связанным с COVID-19, это наиболее актуально. Может быть, даже более актуально, чем при классическом ОРДС, поскольку здесь есть свои особенности и своя динамика лекарьной механики. Вот. Поэтому. Вот и дальше. Дальше. Есть пациенты, с которыми мы столкнулись с быстрой динамикой. Рекрутабельные, нерекрутабельные или легкие. Вот буквально в течение меньше суток, меньше суток, когда удалось, удалось еще раз сделать КТ, сделать КТ, усугубилась каротина в легких, и мы увидели, что уже пациент из рекрутабельного стал нерекрутабельный. 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 На ПВТУЛ мы видим очень маленький гистерезис, очень низкий гистерезис. Увы, динамика, тот же H-тип, но, увы, данный пациент нерекрутабельный. Здесь мы не можем, здесь надо уйти от высокого ПИП, и мы не можем проводить в этом случае рекрутабельный. Вот видите, поэтому вот динамика может быть совершенно по-разному. По-разному, вот так что, конечно, здесь, почему мы полностью не ушли от очень высокого ПИП, оставили на 14, потому что у данного пациента выражено ожирение. Ожирение, поэтому, учитывая низкую податливость грудной клетки, оставили уровень ПИП, оставили, оставили. Ну вот, интересно, что когда уменьшили ПИП, то уменьшилось СО2. Было 56, стало 52. То есть, тоже, как бы мы перестали перестягивать что ли легкие, например, как вариант. Но вот обратите внимание, обратите внимание, что вот низкая, низкая экспираторная константа, низкая податливость легких, и аппарат сам перешел на меньший дыхательный объем. А если перешел всего лишь до 5 мл на килограмм идеального веса. Вот. Что совершенно справедливо. Дельта П-12. Мы уверены, что проводят протективную вентиляцию. И это важный момент. По крайней мере, сохранить то, что есть. То, что есть. Ну, а дальше уже как получится. Вот так, видите, уважаемые коллеги. И что касается рекрутмента при COVID, нет, конечно, общепризнанной тактики. Если легкие рекрутабельные и есть выраженная гипоксимия, то лучше проводить при отсутствии противопоказаний, как вот указывают различные эксперты по этому поводу. Вот. И еще один дополнительный источник информации, очень интересный. Вот. Из Великобритании такой ресурс есть. COVID-19 Treatment Guidelines. Очень интересный ресурс. Советую обратить внимание. И, опять-таки, вот авторы, у которых больше опыт в рекрутменте при COVID, пишут, что лучший традиционный способ рекрутмента, то есть удержание инспираторного давления на определенное время, например, 40 на 10, как то же самое делает ПВТУ, перед методом ступенчатого увеличения ПИП. Так они считают. Но еще раз обращают внимание на оценку гемодинамики и правых отделов сердца, потому что если есть проблема с правыми отделами сердца, то лучше не заниматься рекрутментом и не заниматься работой с высоким уровнем ПИП. Но если вы провели рекрутмент, если вы провели после рекрутмента, достаточно высокая ПИП, там не менее 15, 16, 17 сантиметров водного столба. Что касается отлучения, вот инвазивной вентиляции легких при COVID, это процесс длительный. Кто, вероятно, уже из вас сталкивался с этим, наверное, отмечал, что быстро отлучить данных пациентов не удается. И тут действительно не следует торопиться. Тут этот процесс весьма такой растянутый во времени. Это, опять-таки, наверное, связано с особенностями патоморфологии и патогенеза COVID, что легкие восстанавливаются очень медленно. Скорее всего, из-за этого. Поэтому здесь не надо торопиться. Здесь постепенно нужно отлучать пациента. Общие принципы, в общем-то, действия в целом. Но медленнее. Медленнее. Просто постепенно нужно снижать поддержку. Постепенно ориентироваться не только на оксигенацию, но и на вероятность тохипноя. Эти пациенты реагируют посредством тохипноя в том случае, когда они еще не готовы к тому снижению поддержки, который вы им предлагаете. И обязательно условие. Вы сначала снижаете концентрацию кислорода, а потом ПИП. Это вообще является особенностью отлучения у любых пациентов. Но особенно у этих. Особенно. Вы уменьшаете концентрацию кислорода, не снижая ПИП. А потом уже вы снижаете уровень ПИП. По возможности применения автоматизированных технологий очень помогают в отлучении. Мы это видим. Тест спонтанного дыхания по общим принципам. Здесь нет особенностей. И у наиболее тяжелых пациентов применение неинвазивной вентиляции легких после экстубации или в отсоединении от рахеостомической трубки. Мы видим, что ряд пациентов действительно этого требует. И обычная кислородотерапия может быть недостаточной у такого рода больных. Вот такие принципы. Как вариант. Опять-таки я даю ссылку на специальную статью, касающуюся отлучения инвазивной ИВЛ, как возможный алгоритм. Толково написанная статья. Кого более подробно это интересует. И в цифрах, если вы хотите представить какие-то цифры, представить. Вот, пожалуйста, очень хорошая статья. Робы с авторами. Пожалуйста, почитайте. Все статьи, касающиеся ковида, доступные для скачивания. Они бесплатные. Поэтому, пожалуйста, читайте. Вот. Ну, у кого есть возможность, все-таки применяйте умные технологии для отлучения, в частности, ESV. Потому что ESV автоматически снижает поддержку в зависимости от навечной механики. То есть, когда он ущеряется навечная механика, тогда ESV снижает поддержку, если у пациента активизируется спонтанное дыхание. Мы это видим. Вот в данном случае, видите, у пациента 16 в минуту. Это не ковидный пациент. Я просто хотел показать, поскольку давление всего лишь 10, поддерживающие давление всего лишь 10. Мы видим ситуацию. Вот дальше по визуальному мониторингу мы видим, что пациент практически находится в зоне отлучения. Такая светлая голубая зона. Это помогает нам дополнительно оценить, успешно ли мы проводим процесс отлучения. Визуальный мониторинг позволяет оценить речную механику и ситуацию, находится ли пациент в зоне отлучения. Это дополнительная помощь. Два слова об адювантных методах. Здесь довольно-таки много по этому поводу рекомендаций. Это широко освещено уже в литературе. Пронпозиция. Пронпозиция. Чаще всего она более эффективна у пациента с низкой податливостью легких. Чаще всего. Чаще всего. Поэтому, по крайней мере, на практике мы видим таким вот образом. Обязательно активное уложение с окрыванием дыхательной смеси. Обязательно. Это, мне кажется, должно быть само собой. Разумеется. Для санации дыхательных путей, пожалуйста, используйте закрытые санационные системы. С одной стороны, это профилактика вирусной кондаминации. С другой стороны, профилактика потерь уровня ПИП. Мобилизационная терапия. Приподнятое положение. Это тоже, мне кажется, должно быть само собой разумеечное. Нутритивная поддержка. Опять-таки, без этого никуда. Вот такие. Ну, это такой вот как бы дополнительный слайд. Просто напоминание, что я напоминаю вам, что, конечно, без этих методов мы тоже не можем обойтись. Но это именно одевантные методы. Конечно, я не касаюсь медикаментозной терапии. Это совершенно другая история. Вот заключение. Мы добрались с вами до заключения, что чаще всего инвазивный ИВЛ требуется при КАРДС, то есть ковидном ОРДС, с низкой податливостью респираторной системы. Принципы протективной ИВЛ актуальны у них. Мы от них не отходим. Регулировка ПИП в зависимости от репутабельности должны быть готовы к длительному отлучению. Отлучение вряд ли будет быстрым. И вполне целесообразно применение автоматизированных интеллектуальных технологий, которые учитывают механические свойства легких. Там и SVE, и Intelligent, у кого из вас что есть. А также технологии для оценки рекрутабельности, тоже ПИВИТУЛ и так далее. Вот основные моменты, которые я хотел бы рассказать сегодня по инвазивной механической вилитиляции легких прикарств на основании имеющихся данных и некоторого собственного опыта. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всего наилучшего.